МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Наталья Титова. Это программа «Такой день». Как всегда, для вас самые важные и интересные новости региона. Сегодня в выпуске. Люди перенесли огромный стресс. Больше года уже не видят своих домов. Пункт временного размещения в прошлом. Первые семьи из приграничной Журавлевки получили ключи от новых квартир. Подавая заявку на эту премию, я, честно говоря, даже не рассчитывал, потому что достойных очень много. Кольтработники принимают поздравления. Кто в числе обладателей престижных региональных наград? Вечные хиты эстрады, популярная классика. Все это исполнили на баяне. Как прошел творческий вечер Александра Сахарчука. Чтобы потом, не знаю, рассказывать мне, мужчина делал ноготочки. Белгородский мастер маникюра. В профессиональный праздник расскажем, почему он выбрал эту профессию и что говорят о его работе клиенты. Взамен жилья, утраченного из-за обстрелов со стороны Украины, первые девять семей из приграничной Журавлевки сегодня получили свои новые квартиры. Ключи от них и документы на собственность селянам вручил губернатор Вячеслав Гладков. Жилые помещения полностью соответствуют по площади предыдущим домовладениям. Всем ли довольны хозяева, расскажет Михаил Перетокин. Один из массивов в Дубовом Белгородского района. Новые уютные многоэтажки, современная игровая площадка, школа, детский сад, магазины. Все рядом. Как раз то, что нужно для комфортной семейной жизни. Валентина Руденко – многодетная мама. Ютиться в пункте временного размещения больше не придется. Сегодня жители приграничной Журавлевки официально стали владельцами новой – собственной квартиры. Я очень счастлива, что получаем жилье, потому что как-никак, оно все равно свое есть свое. Вообще, квадрат-квадрат, как по документам. Семья Руденко – одна из пяти, которые сегодня получили ключи от квартир в этом микрорайоне. Поздравить Новоселов приехал губернатор Вячеслав Гладков. Новые квадратные метры и для семьи Никитиных. Из родной Журавлевки уехали в самом начале СВО. Жили то у знакомых, то в гостинице накладно. Особенно с маленьким сыном. Хочется, чтобы дом свой был, у ребенка была своя комната. Правда, устали очень от этого всего и переездов многих. Мы, конечно, рады, что все-таки мы получили это жилье. А это разумное. И здесь сегодня тоже новоселье. Ключи и документы на собственность получили еще четыре семьи из Журавлевки. Как отметил глава региона, селянам помогут перевезти мебель и личные вещи. Сделать это планируют в течение недели. Люди перенесли огромный стресс. Больше года уже не видят своих домов. Конечно, мы пошли по более сложному пути для себя. Мы начали проговаривать с каждой семьей. Это немножко удлиняет процесс, но мне кажется, он более человечный и более правильный, исходя из нашей ситуации. Напомним, по поручению президента страны, региону выделили 9,4 миллиарда рублей из федерального бюджета на новые жилые помещения для тех, кто утратил свои из-за обстрела в ВСУ. На сегодня из 1744 семей, которые нуждаются в решении жилищного вопроса, 400 уже определились с выбором. Михаил Перетокин, Александр Поддубный. Программа «Такой день» на мире Белогорья. В ближайшее время в областной столице откроют филиал Государственного фонда поддержки участников СВО. Сегодня губернатор провел совещание, на котором обсудили детали создания регионального отделения. Напомним, учредить Госфонд в февральском послании Федеральному собранию поручил президент России. Владимир Путин отметил, отделения новой структуры должны заработать во всех субъектах уже в этом году. Главная задача – адресная поддержка ветеранов спецоперации и семей погибших бойцов. В частности, предоставление социальной, медицинской, психологической помощи, решение вопросов, касающихся реабилитации или, к примеру, санаторно-курортного лечения. Мы должны быть первыми в реализации этого проекта. Почему? Мы – прифронтовой регион. У нас другой уровень сложностей, опасностей и другой уровень риска. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы этот процесс с самого начала был правильно выстроен. Курировать реализацию проекта будет областное Министерство социальной защиты населения и труда. А межведомственную комиссию по выполнению поручения президента возглавит руководитель региона. Вячеслав Гладков обозначил ближайшие цели – подобрать подходящее помещение с доступной социальной инфраструктурой, привлечь квалифицированных специалистов. Продолжаем. В городе Горняков и Металлургов началась масштабная реконструкция Центра молодежных инициатив. Напомним, область получила федеральную субсидию порядка 147 миллионов рублей. Она предназначена для развития экосистемы молодежной политики Старо-Скольского округа. Половина суммы на ремонт ЦМИ. Здание площадью почти 3000 квадратных метров, построенное в 1976 году, впервые переживает такое обновление. Там заменят в частности сети водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции. Появится приемная зона, кофейня самообслуживания, многофункциональное трансформируемое пространство для лекций, тренингов и мастер-классов. Руководитель профильного министерства области Татьяна Киреева еженедельно контролирует ход работ на строительной площадке. Это не только реконструкция, собственно говоря, стен, преображение самого пространства, объекта инфраструктуры, молодежной политики. Вторая половина, она будет направлена на реализацию мероприятий в молодежной политике. В муниципалитете планируют провести более полусотни крупных мероприятий для подрастающего поколения. Пока центр на ремонте, организаторы задействуют парки, спортивные площадки города, учреждения культуры. Планируется, что ЦМИ вновь распахнет свои двери в декабре. Здесь будут проходить самые разнообразные мероприятия по всем направлениям молодежной политики, начиная от КВНа, заканчивая образовательными секциями, мастер-классами. Здесь будет отдельное пространство для российского общества знания. Здесь будет отдельное пространство для свежеобъявленного движения «Российское движение детей и молодежи», «Движение первых». Благодаря участию в проекте «Регион для молодых» профильного федерального агентства в этом году Старооскольская территория станет одной из основных региональных площадок, которая объединит юных белгородцев. А в областном центре в Белгородском районе сотрудники госавтоинспекции сегодня провели рейд по профилактике и пресечению нарушений светового режима. На какие хитрости идут любители глухой тонировки и какие санкции предусмотрены, давайте посмотрим сюжет. Составляет 11,5%, что недопустимо. Для проверки инспекторы выбирают самые оживленные участки и буквально просеивают поток. Согласно обновленным нормативам, лобовое и переднее и боковые стекла должны пропускать не менее 70% света. Данный вид нарушений вызывает особый общественный резонанс среди участников дорожного движения, а также жителей города Белгорода и всей Белгородской области. Административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей за повторное нарушение вплоть до административного ареста до 15 суток. Однако владельцы дорогих иномарок говорят прямо. Штраф в полтысячи рублей редко удерживает от запретного соблазна. А вот своего рода уникальный пример изобретательности – двойные стеклоподъемники. За пару минут не отклеишь. Не обошлось в сегодняшнем рейде и без курьезов. Пришлось даже организовать погоню. Водитель глухо затонированного авто, видимо, не заметил сигнал инспектора. В основном молодежь – это поколение до 25 лет, 25 до 30 лет начинают тонировать транспортные средства. Каждый пятый привлекаемый гражданин, соответственно, уже ездит с полторностью. По словам сотрудников, затемненные автостекла значительно уменьшают обзор. Во время дождя или, к примеру, при высокой скорости, тонировка мешает, как следует оценить дорожную ситуацию. Безопасность дороже любых аргументов и в особенности стильных переделок. Влад Калинин, Павел Емелин. Программа «Такой день» на Мире Белогория. Изучать историю родного края, что называется, на практике. Сегодня в путешествие по Белгородщине отправились первые в этом году группы школьников. Экскурсии для них в разные муниципалитеты организуют в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В прошлом году с культурой и традициями родного края познакомились 4 тысячи юных белгородцев. В этот раз поездки по индивидуальным маршрутам подготовили для ребят из областного центра, Белгородского района и Староскольского округа. Вместе с жителями столицы региона в Юсуповский дворец отправилась Анна Свидовская. Дворец Юсуповых возвели по распоряжению князя Бориса Николаевича. В разные эпохи памятник архитектуры имел несколько назначений. Княжеская усадьба, сельхозучилище, школа-интернат. Зданию около 200 лет. Строили его по плану итальянского архитектора Джакома Кваренги. Дом выполнен в стиле русского классицизма с элементами барокко. С 2015-го здесь располагается Рокетянский краеведческий музей. Для экспозиции используют 10 залов. Школьникам рассказали об истории рода Юсуповых. Семья была на хорошем счету у династии Романовых. Дед служил Петру Первому и Анне Иоанновне, получил придворный чин и даже исполнял обязанности губернатора Москвы. Как и его предки, Борис Николаевич был чиновником, занимался общественной деятельностью, устроил заводы и храмы. Особый предмет любопытства ребят – внешность князя, мода того времени, а также интерьеры. Мне очень запомнились ковры и картины, которые висят на стенах. Как раньше одевались женщины, девушки. И очень интересно, что сохранились старые предметы, которые пользовались раньше князя. Облачения, предметы богослужения и книги. Следующий зал посвящен Серафиму Тяпочкину, бывшему настоятелю Свято-Никольского храма в Ракитном. При нем наш храй стал одним из самых главных духовных центров, куда стекалось очень-очень много людей. Стекаются до сих пор уже на его могилку. Приезжают, приносят записочки, обращаются в них батюшке как к живому. Ну, там, батюшка, помоги в том-то и в том-то. В последствии много находят записочек благодарственных. Кроме того, в музей проводят выставки современных мастеров. Юные белгородцы познакомились с работами семьи Петриковых. Ирина делает новогодние игрушки, а Валерий пишет иконы и картины. Также на территории музейного комплекса облагораживают сад. Конечно, в теплое время года. Он выглядит куда зрелищнее. Такие путешествия по Белгородчине школьники отправляются уже второй год. Скоро поездки станут еженедельными. Нам увеличили финансирование. И в этом году мы везем уже почти 13 тысяч детей. И они будут у нас путешествовать вплоть до осенних каникул. Путешествие предполагает и образовательную программу, и мастер-класс. И, естественно, познакомиться с историей, культурой и традициями родного региона. Чтобы попасть на экскурсию, нужно обратиться к классному руководителю или в местное управление образования. Поездки рассчитаны на несколько дней. Приоритет – детям участников СВО, ребятам из многодетных или малообеспеченных семей, а также отличникам. Анна Свидовская, Валерий Ларьков. Такой день на Амире Белогорья. К другим темам. В их руках богатое наследие не только региона, но и страны. Уже завтра, 25 марта, свой профессиональный праздник отметят работники культуры. А сегодня в Белогороде наградили лучших деятелей искусства, сотрудников музеев, библиотек, театров, руководителей, художественных коллективов и всех, для кого творчество стало делом жизни. По инициативе губернатора Вячеслава Гладкова с прошлого года заслуги талантливых, преданных своему делу белгородцев отмечают почетным званием заслуженный работник культуры области. Среди тех, кто сегодня был удостоен этой высокой региональной награды, директор Валуйского историко-художественного музея Марина Войцеховская. Она посвятила отрасли порядка трех десятков лет. Больше 20 из них работает в должности руководителя. Говорят, пройдя такой большой путь в профессии, родной музей уже стал частью души. Я даже задаю себя вопросом для себя, это мой первый или второй дом? Я не могу определить. Я люблю его точно так же, как свою семью, люблю свой коллектив, мое руководство мне помогает. Но даже проработал столько, имея за плечами наш музей, неоднократно, 11 лет подряд имел первое место в рейтинге муниципальных музеев Белгородской области. Но все равно для меня сегодня, наверное, самый счастливый исторический день, получив такую высокую награду. Сегодня же объявили имена лауреатов ежегодных премии губернатора, хранители наследия, которые вручают работникам музеев, а также творчество, мастерство, успех, награда для библиотекарей, педагогов, учреждений дополнительного образования, сотрудников домов культуры. В числе победителей и Сергей Агафонов из Прохоровского района. Он отвечает за художественное оформление в местном любительском театре «Родственные души», где больше полувека играют актеры из народа разных возрастов. Когда-то еще в школе я занимался творчеством, художественной самодеятельностью, и впоследствии просто я закончил Белгородский государственный колледж культуры и искусств и работаю по сей день в этой профессии. Подавая заявку на эту премию, я, честно говоря, даже и не рассчитывал, потому что достойных очень много. И когда мне об этом сообщили, я был, конечно, очень рад. В нашем регионе сфера культуры объединяет почти полторы тысячи учреждений, больше десяти тысяч сотрудников, большинство из которых работают в сельской местности. От лица губернатора сегодня их поздравил первый заместитель главы региона Евгений Мирошников. Он отметил, эти люди не просто дарят тепло и радость окружающим, но и выполняют благородную, ответственную миссию. Культура – это очень емкое слово. Культура позволяет формировать духовное достояние нации, формирует приемственность поколений, любовь к родной стране, к своему народу, те качества, которые очень необходимы сейчас в нашей стране. И еще о культуре. Неповторимый Майкл Джексон, страстные пьицола, а также ирландские мотивы в сочетании с русским фольклором. И все это на баяне. В Большом зале Белгородской филармонии прошел концерт Александра Сахарчука. Акомпанировал музыканту Академический русский оркестр. На творческом вечере побывал Богдан Ресланов. Виртуозное исполнение балканской мелодии венгерского аккордеониста Золтана Ороса, бразильского карнавала знаменитого гитариста Виктора Козлова и даже хитов Майкла Джексона. Одним словом, баян может все, если он в руках искусного музыканта. Александр Сахарчук инструментом увлекся, будучи еще подростком. В начале 2000-х переехал из Молдовы и поступил в Белгородский институт культуры. Теперь он же и сам преподает студентам, а его концерты собирает в полные залы. Послушать артиста приходят и его учителя. Говорят, подобного уровня достичь не так просто. Центральное слово, так сказать, это всю душу вложить. Если будешь даже много заниматься, но нет вот этой искорки, вот этого отношения, то может ничего не получиться. Нужно, чтобы все вот в одной точке сошлось. Это талант, трудолюбие, искра, харизма и, ну, конечно же, преподаватели. Программа концерта разнообразная. Найти близкое для сердца звучание мог и профессионал, и любитель. Все дело к подходе к выступлению. Александр вкладывает в него душу. Уловить настроение слушателей – главная задача артиста. Это чувствуется после того, как исполнишь это произведение, конечно. Ну, по овациям, по аплодисментам, потом подходили многие люди после концерта, высказывали свое мнение, что нравилось, что нет. В кульминации вечера премьера специально для Александра его коллега Илья Мещенков написал ирландское скерца для баяна и скрипки Билли Тортон. В основе кельтская легенда о древе жизни, которая росла долгие века, но не устояла перед порывами сильнейшего ветра и упала, обозначив закат древнего народа. Две традиционные темы – джига, быстрый ирландский танец, как символа древа, и интонации русской народной песни «Тони ветер ветку клонит». Сейчас вообще в последнее время в искусстве часто используется смешение всяких жанров. На тему ирландской музыки мы говорили с Сашей, ему эта тема нравится. А поскольку оркестр русских народных инструментов, я решил туда вклести еще русские народные мотивы и сделать вот такой вот музыкальный симбиоз. Нашлось место и экспериментам. В своем сочинении Илья Мещенков предусмотрел фрагмент для джазовой импровизации. Александр Сахарчук под аккомпанемент оркестра показал все возможности баяна, который в последнее время пользуется большой популярностью. Действительно может звучать и как солирующий инструмент с камерным оркестром, с симфоническим оркестром. Многие произведения Астора Пьяцола исполняются с такими коллективами. И сейчас пишут концерты для баяна с оркестром. Премьеры гости услышали первыми. А уже совсем скоро они прозвучат на фестивале современной музыки в стенах Российской Академии имени Гнесиных. Богдан Аресланов, Павел Емелин. Такой день на Мире Белогорья. Сегодня весьма необычная дата. 24 марта профессиональный праздник отмечают, внимание, мастера маникюра. Ухаживать за ногтями начали достаточно давно, но с годами методы и секреты этого ремесла, конечно же, совершенствуются. С одним из белгородских мастеров в следующем сюжете нас познакомит Светлана Гмыря. Заодно немного расскажет и об истории маникюра. 24 марта отмечают неофициальный праздник мастеров маникюра. Сейчас эта профессия не кажется нам необычной или редкой, но так было не всегда. По одной из существующих версий красить ногти начали еще 5000 лет назад. Цветом тогда придавали с помощью хны или древесного угля. А во времена инквизиции накрашенные ногти считались признаком колдовства. А что делали с ведьмами, мы все знаем. Сейчас салону в красоте огромное множество. И ногти может делать любой, кто прошел обучающий курс и получил сертификат. Наш герой не исключение. Грузчик, продавец, менеджер, маркетолог. Найти любимое дело, которое при этом приносило бы хороший заработок, Павел пытался долго. И в итоге пришел к нему случайно. Одно время помогал маме с продвижением ее студии. Продавал курсы маникюра. Чтобы еще лучше продавать эти курсы, решил испытать товар на себе. Прошел курс маникюра. Ну, как-то это все втянуло меня, затянуло, понравилось очень. Отучился 6 лет назад. И с тех пор эта работа по душе. Профессия мне моя очень нравится. Я прям вообще кайфую, потому что это мелкая моторика, все мелкие какие-то, мелкая работа. И работа с людьми. То есть я вообще на машине не езжу, в тачках не разбираюсь. Но стараюсь, как бы, мне нравятся люди и стараюсь разбираться в них. Мужчины в этой профессии уже не редкость. Но все же, особенно в регионах, мастеров сильного пола встретишь не часто. Наш герой рассказывает, иногда женщины удивляются, но в целом воспринимают спокойно. Есть категория клиентов, которые приходят только попробовать. То есть вот, чтобы потом, не знаю, рассказывать мне, мужчина делал ноготочки или что-нибудь в этом роде. Постоянных клиентов у Павла много. Говорят, что ценят его за скорость и качество работы. Многим нравится и особая опция. Мастер работает допоздна. Я знаю Павла больше пяти лет и все время хожу к нему на маникюр. Я могу после своей работы записаться, прийти, и у меня будут очень красивые ногти. Матовые, яркие, разноцветные, со всевозможными наклейками или стразами. Мода на ногти, понятное дело, меняется быстро. По времена карантина многие девушки, в том числе и отказались от покрытия гель-лаком в пользу натуральности. Павел, как часто к вам приходят клиентки с запросом классики? Ну, не сказать, что часто, но приходят. Например, вчера две клиентки подряд просили просто маникюр и прозрачное покрытие. Павел планирует и дальше развиваться в профессии. Со временем открыть собственную студию. И, пожалуй, когда работа становится по-настоящему любимым делом, такие мечты точно воплотятся в жизнь. Светлана Гмыря, Денис Копыч. Такой день на Мире Белогорья. К этому часу все. В студии работала Наталья Титова. Оставайтесь первым областным. Мы даем только проверенную информацию. А еще больше интересного в телеграм-канале Мира Белогорья. Подписывайтесь и будьте с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова